Давайте теперь обсудим вот какую тонкость. Алгоритмы, которые мы с вами уже написали для двух вариантов задачи о рюкзаке, мы писали снизу вверх, то есть они шли от более простых задач к более сложным. В общем случае, алгоритмы, действующие снизу вверх, как раз-таки да, как правило, они итеративные, они просто постепенно все наращивают, наращивают сложность задачи. В обратном направлении, когда алгоритм идет, он, как правило, рекурсивный, он называется алгоритм сверху вниз, он делает рекурсивные вызовы для более простых подзадач, и, соответственно, они разворачиваются, он сохраняет ответы в таблицу, и перед тем, как решается какую-нибудь задачу рекурсивно, обязательно проверяет, не сохранен ли уже ответ. Какой из этих двух подходов предпочтителен? Заранее сказать сложно. Обычно, если в двух наших предыдущих рассмотренных задачах вроде бы как итеративный подход был более выгодным, просто потому что все равно все подзадачи решать надо, ну вот тогда мы возьмем да и решим их лучше итеративно. Зачем нам накладные расходы на рекурсию? Мы просто циклом пройдемся и все решим. Вместо того, чтобы складывать на стэк какую-то информацию о том, куда надо возвращаться, и вообще делать эти рекурсивные вызовы, передавать куда-то управление, соответственно, как правило, итеративный алгоритм отработает быстрее. В то же время рюкзак — это иллюстрация задачи, где такой рекурсивный алгоритм, наоборот, может оказаться более выигрышным. В общем случае ситуация описывается следующим образом. Иногда бывает так, что для решения исходной задачи не нужно решать все подзадачи. Для ситуации с наибольшей возрастающей подпоследовательностью и стоимостью редактирования это было не так. Понятно, что все, чтобы там заполнить матрицу, например, в стоимости редактирования, получить правую нижнюю ячейку, ну надо заполнить всю матрицу. Мы ее заполняем построчно, надо все вычислить. В рюкзаке несложно придумать ситуацию, когда все подзадачи не будут нужны. Вот здесь на слайде написано. Предположим, что все веса делятся на 100, например, это все натуральные числа и все они делятся на 100. Тогда нас вообще-то не интересуют никакие заполнения рюкзаков вместимостью, которые на 100 не делятся. Мы понимаем, что какие мы предметы не положи в рюкзак, суммарный их вес будет делиться на 100. Поэтому не так и важно. Так вот, если написать алгоритм, который основан такой же, основанный на нашей рекуррентной формуле, алгоритм, который действует сверху вниз, ну или лениво, или использует там мимоизацию, как говорят, тогда он и не рассмотрит такие заполнения. Он честно проложит себе путь от сложной задачи, от исходной задачи к более мелким подзадачам через все заполнения, которые там делятся на 100, которые вообще могут понадобиться. А вот итеративный подход, он дубово идет и решает все задачи. Он ни о чем не заботится, он просто так вот пройдет и решит все и не позаботится о том, что из них там 99 сотых не нужны. Давайте приведем пример такого вот теперь рекурсивного алгоритма, о котором мы поговорили. Вот Napsack TD, TD здесь опять означает топ-даун, мы идем сверху вниз. Здесь для рюкзака с повторениями для простоты мог бы выглядеть так. Вместо того, чтобы заводить какой-то массив, в котором будут храниться, ну, вообще размера W, давайте заведем хэш-таблицу. То есть мы теперь не знаем, какие нам, мы не уверены, что нам понадобятся все значения, то есть все наши подзадачи не составляют такой непрерывный кусок, поэтому вместо массива мы будем использовать хэш-таблицу, ну или ассоциативный массив. Соответственно, ну, делать мы будем следующее. Мы честно будем рекурсивно вычислять это значение. Ну, вот здесь написано, это просто наша рекуррентная формула для вычисления максимума. Мы честно перебираем все предметы, которые можно вытащить из текущего рюкзака и смотрим, что получится, не получится ли более оптимальное, чем текущее значение, а после этого записываем соответствующее значение, ну вот, в хэш-таблицу. Ну, и как обычно, перед тем, как вообще начинать какое-нибудь вычисление, мы сначала смотрим, нет ли уже соответствующего значения в нашей хэш-таблице. Вот такой алгоритм, он хоть, он рекурсивный, и он может для каких-то входных данных оказаться чуть более медленным, чем итеративный алгоритм, но для каких-то других, как видите, он окажется даже более быстрым. И это одно из преимуществ таких вот ленивого такого вычисления. То есть мы дергаем только те подзадачи, которые реально нам понадобятся. И здесь, как видно, также мы никак явно не указываем порядок, в котором мы будем эти задачи решать. То есть когда пишется итеративный алгоритм, все-таки надо понять, в каком порядке эти задачи решать, ну и после этого и аккуратно убедиться в том, что когда мы решаем подзадачу, то все подзадачи, от которых она зависит, уже решены. О таком алгоритму заботиться не надо. И заодно этот алгоритм еще и будет решать только те задачи, которые реально нужны. Так, теперь про время работы в качестве заключения просто поговорим. Это маленькое такое замечание. Мы с вами обсудили, что время работы нашего алгоритма и того и другого есть n умножить на w большой, ну точнее u большой от этого. И это время работы выглядит, ну, совсем как полиномиальное. То есть у нас в прошлой задаче были две строки размера n и m, и время работы было n умножить на m, мы это называли квадратичным. Ну, здесь n умножить на w. Но вот какая есть тонкость. W это не размер нашего входа. W это такое число, которое нам дано. Его W это как бы значение этого числа, это не длина размера входа. Чтобы это понять, вот здесь прямо приведен такой пример. Вот представим, что нам дано число W вот такое на вход. Это ведь довольно короткое число. У него там сколько-то, я не знаю, ну, порядка 20 знаков в десятичной записи. То есть если записать его в файл, там и считать, но это файл, который будет, это там не гигабайты данных, это маленькое-маленькое число. Но оно маленькое, в смысле его длина маленькая, а вот значение у него огромное. То есть у него значение порядка там 10,20. И, соответственно, наш алгоритм уже на таком числе отработать не сможет. Ему надо будет в цикле пройтись там от нуля до вот этого вот числа. Это очень много для современных компьютеров. И никак это не отработает. Соответственно, алгоритм, который у нас получился, он не является полиномиальным, потому что длина входа, длиной входа мы называем вот это вот. То есть в частности, вот количество цифр здесь, это там логарифм десятичный от W. Это и есть длина нашего входа. То есть разница в том, что для алгоритма нахождения расстояния редактирования нам N и M, это были действительно, это было пропорционально длине входа. Нам дали длинную строчку, там, ну вот у нее длина N, и мы от этой длины и оценили время работы нашего алгоритма. Или там дана строчка длины M, ну тоже M участвует. Вот здесь длина входа, это не само значение W, это логарифм по основанию 10, там, от W. Ну если оно дано в десятичной системе. Соответственно, честно оценивать размер входа не от N и W, а от N и логарифм W. И тогда время работы оценится вот таким вот образом. То есть вместо W мы вынуждены написать 2 в степени логарифм W. То есть алгоритм, который у нас получился, он экспоненциальный. Вот. Именно поэтому, ну вот, так все плохо и происходит. То есть уже на коротком довольно числе наш алгоритм работает очень долго. Так, забегая сильно вперед, давайте я упомяну, что задача рюкзаке вообще является какой-то трудной задачей, для которой мы на самом деле особо даже и не надеемся, и, наверное, не рассчитываем, что когда-нибудь полиномиальный алгоритм будет построен. Но об этом мы узнаем когда-нибудь сильно позже. Продолжение следует...